В этот финишный створ спортсмены заходят вместе, никто никуда не спешит и секунд не считает. Единственный раз за сезон. Кубок мира окончен, сегодня они не соперники, а члены большой биатлонной семьи. Прием, наверное, уже традиция в Ханты-Мансийске, и он у нас всего лишь один раз в год, потому что больше недельные этапы Кубка мира не делают такие приемы, как у нас в Ханты-Мансийске, такие теплые. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, добрый вечер, наши зарубежные гости. Вот и пришла пора подвести итог этому непростому олимпийскому биатлонному сезону. Этот сезон был особенно трудным и напряженным из-за Олимпиады. За 4 месяца спортсмены вышли на старт в среднем по 30 раз. Кроме олимпийских медалей разыграли очки мирового кубка, а в самые последние гонки в Ханты-Мансийске награды смешанные эстафеты. Она пошла в зачет чемпионата мира. Это был длинный сезон. Иногда удача улыбалась, мне иногда нет. Вчера фортуна покинула меня. Я упустил лидерство в мировом кубке. Победитель Эмиль Хигеля Свенсен набрал больше очков. Он был лучшим. Моего результата для Большого Хрустального Глобуса оказалось недостаточно. Третий год к ряду Большой Хрустальный Глобус у мужчин уезжает в Норвегию. Правда, в отличие от двух предыдущих сезонов, его обладатель не Ули Эйнер Бьорн Даллен, а его молодой товарищ по сборной Эмиль Хигеля Свенсен. Шестикратный олимпийский чемпион в этом году только десятый. У Ули Эйнера еще все впереди. Сочинские армяне, которые так любят проводить Олимпийские игры, еще ждут его через 4 года. У женщин 12-килограммовый трофей свинцового хрусталя второй раз в карьере берет Магдалена Нойнер. Причем к Большому Хрустальному Глобусу она добавляет два малых в масс-стартах и гонках преследования. Ну, пока она ничего не понимает, можно с натяжкой сказать, пришла почти в мини-юбке, это хорошо. Переводить не надо сейчас. Это действительно пик моей карьеры, и на этом подъеме, мне кажется, что я и дальше смогу выигрывать кубки и чемпионаты мира. По крайней мере, я буду ставить себе эти цели. Остальные хрустальные глобусы по итогам сезона делят немцы, норвежцы, австрийцы, шведы, французы и россияне. Красноярец Евгений Устюгов признан лучшим в гонках с общего старта. Югорчанка Светлана Слепцова выходит на сцену в составе золотой олимпийской четверки. И вместе с подругами по команде получает награду за лидерство в эстафете. Не все наши девушки дошли на сцену, но приятно, что Светлана Слепцова, как самая скромная биатлонистка, первая взяла кубок. У многих атлетов еще будет шанс наверстать упущенное и ровно через год приехать в Югру на первенство мира. Но к этому времени большая биатлонная семья очень осиротеет. 11 сильнейших атлетов уходят из большого спорта. Среди них наш земляк Николай Круглов. Говоря честно, я был очень тронут. Я никогда не мог себе даже представить и предположить, что могут быть подобные вещи, да, высказанные в мой адрес. И те плакаты, которые я видел на стадионе, и там, потом далее, футболки, картинки и так далее, и тому подобное. Все это, конечно, тронуло очень сильно. Даже на какую-то секундочку я задумывался, честно скажу, да. Места в своих национальных сборных уступят молодым россиянка Ольга Медведцева, француза Винсан де Франц, Андрин Баи, Сильви Бекар, Чех Роман Достал, латыш Иломарс Брицис. Уходит целая плеяда выдающихся немецких атлеток. Катя Вильхель, Симона Хаусвальд, Мартина Бек. Прощается со спортом легендарный ветеран норвежского биатлона Халвард Ханвелл. Симона Хаусвальд сегодня наконец-то стала чемпионкой мира, с чем мы ее поздравляем. Ну, без бои мне лично будет вообще жить трудно, уважаемые друзья. Фактически их имена давно вписаны в историю спорта. Формально спортсмены расписываются на памятной стене Хантамансийских. Дарья Щекотова, Дмитрий Надеян, телекомпания Югра, Хантамансийск.